Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Сегодня 24 ноября 2016 года, сейчас уже много времени утром. 6.50, я встал 3 часа 3 минуты сегодня, чтобы привести в порядок. Кто сказал, что ответить, вы встаете в 4.40. И у меня мысль возникла, потому что пишут мне как-то и поговорить с Никитой. Он напрягается сейчас, ты думаешь, что-то плохое будет или что-то там, я уже понимаю это. Ничего подобного нет, отношения у нас хорошие с тобой и прочее. Но раз интонация твоего голоса даже не нравится, бывает мне так вот, как бы с раздражением. Ну, мало ли что бывает, кажется. Кажется, говорит, крестись. Но у меня есть одно такое качество, что я не люблю ходить по уголькам. Это что означает? Выражение это, то есть по событиям объяснять, когда они уже, разъяснять, комментировать, когда они совершились. Если в этом что-то есть, я могу заранее предвидеть. Заранее. Опережать события, быть профессионалом. Только он думает еще что-то, а мы, говорит, его уже ждем здесь. Вот это и есть. Там попали в засаду, вот пишут, танки там где-то, ИГИЛ уже им подстроили, вызвали. Вот генерал, допустим, Романов. Разговаривал, все, ничего. И вдруг кто-то позвонил, там тот, а тот, а он какой-то женщина знался. Он туда ринулся. Под мостом проезжает, в это время там заложили фугас. Удали его, все. И сейчас он только в коляске возит его, и генеральского еще не осталось. Куда поволохся, пострадали все. То есть он не подумал, а если это раннее утро, что-то там женщина, и он там, ну, неправильно. Надо это все предвидеть. Предвидеть и предвосхитить события, как бы сказать. А что такое? Ничего. Просто кое-где подвести итог к чему-то. Время-то идет, и... У меня к тебе вопрос. Первый. Ты приехал сюда добровольно? Добровольно. Тебя никто не толкал к нам? Не обольщал, что то-то, то-то тебе дадут, или что-то не дадали тебе? Нет. Нет, вот и отвечай только, чтобы четко и ясно было. Так, сколько времени, как ты находишься здесь? Где-то, получается, один год уже, и... Ну, в марте будет три года, два года. И восемь месяцев где-то так вот. Так правильно говорю? В апреле. В апреле. Это будет уже два года? Ну, в апреле будет два года уже. Два года. Ну, ты в себе какие-то изменения замечаешь, благодаря тому, что ты сюда приехал, что, оставаясь там, где ты был на Украине, у тебя бы этого не было. У тебя есть такие моменты? Есть, конечно. Что ты бы это не получил там никогда. И это, что ты здесь получил, а там бы не получил положительное или отрицательное? Что там бы положил что? Там бы, если ты жил на Украине, как ты жил в Борисполе, и не приехал сюда, то ты получил бы то положительное, что ты здесь получил, или не получил бы? Не получил бы. Не получил бы. Я тебе вопросами не оскорбляю? Нет, потому что я просто хочу дальше, когда, ну как бы, внутренно я хочу этот разговор, и думаю, что этот разговор не последний, желательно каждый год, чтобы ты наблюдал за собою, какие у тебя успехи, потому что о тебе тут идут споры, споры, там, тебе бесполезно я с тобой говорю, тебя надо отослать обратно, это другое, ну, подсказывать, что сделать. Я не вижу в этом ничего такого, чтобы было, тем более ты уже как бы привязан к тому месту, потеряю, тебе есть чем заниматься, есть? Есть. Есть. Показать свою самостоятельность, один Бог знает, ты будешь как дальше, я не знаю этого. Примерно, вот и сегодня я без подготовки тебя просто захватил, и пока не ушли на работу. Что именно такое ты получил здесь положительное, чего бы ты там не получил, если бы был с другими людьми, с кем ты был, священники рядом, и почему именно здесь ты только получил? Попытайся выразить это словами. Ну, вообще, как новая обстановка, новое место, новые люди, это, как говорится, опыт новый положительный. Сказал опыт, сразу показывай, какой опыт. То есть, все расширяй, чтобы людям было понятно, что ты здесь получил положительное. К тому, что кто-то приедет, то он может повторить это, потому что я-то ни вчера, ни сегодня, я не меняюсь. Вот люди уходят, приходят, то они за мной-то ничего не имеют. Они меняются, не я. Ну, как сказано, маф сидел на своих дрожжах, и это, Господу, не угодно. Когда помещается человек в новую среду, в новой среде ему надо приспосабливаться, изменяться самому, чтобы там, как бы, выжить, ну, вообще, чтобы остаться там. И вот это самое главное, что приехал в новое место, тут нужно тебе подстраиваться, как бы, изменяться самому, чтобы, ну, приспособиться к этому месту. И во всем это касается, и в разговоре, и в работе, там, в приеме пищи, во сне, ну, все-все-все это, что тут есть, на себя принимаешь, как бы, к себе применяешь. А у тебя не было желания, вот, настоять на своем, что наши обычаи, и разговоры, там, и место, писание, с чем мы занимаемся, не столь хороши, как твои. И ты бы попытался сделать нас подобными себе, нежели быть таким, как мы. Человек, говорит, направляет дружбу свою так, каков он, такой, чтобы был его друг. Нам об этом говорят мудрецы. И, у тебя не было желания нас переделать под свою колодку? Да нет, самого, как бы, греков-то много у меня, как я могу другого учить, когда у самого, там, бревно еще, можно сказать, в лозу могу. Но есть момент, например, такой, от Матфея сказано, опять 22, что, кто скажет своему, близнему своему, безумный, подлежит гиене огненной. Ну, вы часто говорите, прям, как придурок не называете меня. Ну, я вот думаю, это одно из двух, или я вам не брат, или, или я, или вы, я не знаю, как по-другому это понять. Ты должен добавить слово, как. Если что-то не так, я говорю, поступает, как безумный, как будто бы ума нету совсем. Таким не считаю, но действия некоторые такие. Да не, прям, бывает, прям, говорите, прям, придурок, прям, так бывает. Ну, я понимаю, это ваше личное, как бы, такое, ну, без писания это говорить, я должен сказать это, вот, хоть на камеру скажу, люди запомнят. Тебя это затрагивает, обижает? Нет, я за вас волнуюсь просто. Ну, а ты согласен, что нормальный человек так не делает? Вот о чем я когда говорю? Что, ну, это из рамок вон выходящее. Если я тебе говорю это, то, это на разрушение чего-то идет. Ну, есть случаи, когда в самом деле, то есть, стоит, так сказать, есть такие незначительные, когда, вот, ну, случаи, там, вот, с Еленой, когда, вот, я неправильно размыслил ваше, ну, хитросплетение, то есть, все поведение, как-то, и подумал, что она сюда прям приедет, говорит, жить к вам, а вы прям вот сказали, что придурок, что-то сразу не понял. Ну, я не понял, в самом деле, как бы, она приедет, не приедет сюда. Думаю, это в этот раз можно было так и, ну, не выражаться так строго прямо. Я могу повторить, вам понятно, что я сказал? Я понимаю, а тебе не приходит мысль такая, что это слишком мягко сказано в той обстановке, в чем я-то застал, допустим, что ты делаешь. И по-другому никак тебя нельзя пробудить от этого. Что я не просто сказал во гневе, но я вижу, что это вообще никуда не годится, совершенно. И не знать в этом возрасте то, что ты делаешь, это вообще, значит, будет лишним. Я же говорю, есть случаи, когда, да, я там тупил конкретно, но есть моменты, когда вот, ну, можно было так и не говорить. Ну, можно было, ты опять же по себе решаешь ты, что тебе кажется. Ну, к себе, вы спрашиваете, как я хотел. Ты обижаешься на это? Да нет, я... Значит, обижаешься, прости меня. Прости. Даша, что ты получил полезного? То, что там бы не получил. Ну, конечно, когда живешь в обществе верующих людей, то и твой духовный уровень, как бы, такой приподнятый. И когда ты уже на контрасте общаешься с неверующими людьми, ну, ты ощущаешь, как бы, свое такое, ну, как бы, дерзновение пред Богом. И вообще смелее, как бы, ты можешь, как бы, часть твоей энергии, как бы, на них потратить, потом восстановится она в духовном коллективе. А когда постоянно общаешься кругу людей, ну, неверующих, то, ну, там другое совсем, понимаете, что вы же сами, когда ведь работали с безбожниками, то пешком домой ходили через леса. То, что ехать с ними в автобусе, курящими, матерящимися, это, ну, не очень благотворно влияет на человека. А когда с верующими живешь вместе, то тебя и облегчают, да, и ты, как бы, держишь себя в тонусе, можно так сказать. Ну, не просто облегчают, а продирают, буквально, сдирают с тебя старое, это, ну, то, что не нравится тебе. Ты знаешь, сам, как вот я замечаю, когда что, даже по поведению, я тебя сдерживаю буквально. Как же это можно было не знать? Ну, я уж не называю, что ты уже сам знаешь, буквально с постели. Ты понял, о чем я говорю? Нет? Что, я в носках спал когда-то? Ну, в носках грязных, с улицы пришел, на простыни лезешь, и у нас это не принято было. Я тебя заставлял ноги даже мыть, и, да, я уж не говорю, что, ну, буквально во всем приходилось подучать-то. Ну, ты тоже должен как-то это понимать, что мы желаем тебе блага в этом, ну, быть по-другому, ну, кому это понравится только. С нами даже общаться. Другое дело, которое внешне-то, ну, все-таки надо, когда ложишься-то. А что в духовном плане? Ты получил то, чего ты там не мог получить. И теперь ты видишь, что получил хорошее, и тебе там уже никто этого дать не мог. Именно вот в этом направлении меня интересует. Ну, тут столько много всего, что я даже не знаю, с чего начать-то. Что я получил? С ранним подием. Ну, а я тебя захватил тут, без всякой подготовки, может быть, ты написал. Ну, да ладно, не можешь сказать. Ну, могу сказать, например, вот, Священное Писание, как можно его читать и, как бы, вот, излагать мысли свою, как бы, к местам Писания стиха, прилагать свои мысли. Ну, конечно, в рамках толкования наших Святых Отцов. Вот такое свободное, как бы, плавание Священное Писание ты можешь всегда применять с разным событием. Где это больше, чем просто толкованием феофилакта. А вот именно, ну, применять... Применять к современной жизни, к самому себе. Вот два перехода я всегда делаю. К себе, ко всем вокруг, вообще, ко всему можно практически. Ну, и ты расширяешь твой, как бы, кругозор, вообще на мир смотришь шире. И себя видишь в таких местах, где раньше не подумал, где ты мог работать, какие таланты там могут тебе открыться. Ну, в общем, как бы, раскрепощаешься в хорошем смысле слова этого. А более всего, что тебе не понравилось, и хотел бы ты, чтобы этого не было. Где вообще? Здесь, у нас, как приехал. У вас здесь, здесь или вообще? Здесь, везде, вообще, в нашей обстановке, в церкви, в Потеряевке, все вместе взятое, что тебя именно касалось. И ты не согласен был с этим, а одно-то идет так, и это несогласие остается. И ты измениться не можешь, оставишься на своем, но ты один, и ты не можешь преодолеть это. У тебя все время внутри недовольство. Меня вот это тревожит. Если есть недовольство, то... Нет, так рано еще, я не могу так сказать, я тут всего живу второй год. Я так смотрю, тут люди живут по 15 лет, и потом меняется у них все. Я не могу говорить заранее, чтобы я еще поизмени... Я сам еще, так сказать, не знаю, что будет со мной дальше. Через год, через пять лет, и так сказать, что я хочу, чтобы изменилось. А потом, через год, окажется, что это, может, и не надо было мне было говорить. Может, сказал я из какого-то личного страстного побуждения, то есть... Ну, не могу я сказать, что изменится. Время-то, видишь, идет. Мы сейчас вместе здесь, там, кто-то в лагере спали где-то, и по теряевке мы... Там, может, ты в своем доме будешь уже находиться. А тут мы рядом. Я лежу вот на этой, кажется, палатине, или как кровати, шконке, или как... Каха, а ты на этом, на втором этаже, Володя там выше. Тем более, мы ждем еще, может, приедет Василий тут будет, у Надежды будет, Катя, может быть, как-то это... Тебя не сильно тревожит, что мы так скучно живем, в таком маленьком затаренном пространстве, и... Ну, буквально ногу ставить негде, в другой раз. Ну, думаю, это от человека зависит. Кому-то, может, это вот неудобно было мне. У меня просто такая натура, что мне, как бы, вот, интересно, там, порой чисто, вот, посмотреть и поучаствовать в некоторых таких вещах, которые... Ну, больше ты не сможешь нигде такое пережить, там, как бы, тоже опыт получай такой. Что больше всего, ты сейчас сказал, это понравилось у тебя, и ты хотел бы это распространить на других. У нас, то, что ты у других не видел, а вот это и видишь, и хотелось бы, чтобы и другие это знали и имели. Что-то есть такое? То есть, на похвалу нарываюсь. Ну, так, конечно, не получится, как Вы говорите, потому что, ну, Вы, ну, с Вами, Гнат Тихонич, случаи уникальные, так сказать, ну, с Вашим выжизненным опытом и, так сказать, способностями. Не повторишь это просто как-то, ну, а что-то, ну, хотя бы оставить то, что есть, там, вот, дисциплину, скажем, такую, там, в труде, в подъеме, там, вот, в пище, это можно было. Ну, ты в это вошел, без страданий, я гляжусь, встаешь ты ловко, хорошо. Ну, да, да, нормально. Ты сытый, обутый, одетый? Да, да. Ты скажешь. А то, что вот семикратно в день прославляю Тебя, Господь, засады правды Твоей, тебе нравится это? Да, нравится. Ты нигде этого не встречал? Ну, там у монахов есть правила, там, ну, не такое немного. Серафима Саровского он даже больше делал, там, но у него больше свободного времени было, он в лесу там практически находился. А вот тут, находясь, так. А вот теперь смотри, вот сейчас только, вот только-только сейчас мне скинули материал тут, мы не в друзьях, какая-то Ольга, я не знаю, откуда она, но даже можно сейчас открыть, минутку сейчас, потом я вернусь, перейти в мир пользователя, есть это еще или нет. Вот ее видно, спиточки у нее здесь, так, фото, видео, музыка, панкета, подружище, чтобы видеть своей ленте, но тут она не откроется. Один общий друг, даже непонятно кто. Ну, ладно, значит, все, если нас как бы не пошло, не прошли, а вот я сейчас снова вернусь к ней, смотри, что она пишет, прочитай. Ольга пишет, я вас знаю давно, Игнатий Тихонович, читал вашу книгу «К истинному православию», смотрю ваши видеоролики, захожу на ваши сайты, слушал они всю, аудиобиблию, добротолюбие, Иоанн Златоуст и другие, предлагала я, конечно, близким, родственникам, подругам, знакомым, соседям некрещенным, атеистам, мужу, маме, детям своим, сестре двойняшке, ваш сайт посмотреть, послушать. Ну, увы, сестра подняла панику, узнав о том, чему я не верю, чему я не верю, не согласна с ней, что вы сектант. Вы сектант, почему-то она не может открыться дальше, а утром я открыл все-таки здесь, подожди-ка, ага, дальше, открылась. Ненавидит. Вот-вот. Все. Все-все. Все. Все стали против вас и моего увлечения, моей заинтересованности к вам. Муж говорит мне, что ненавидит вас, постоянно удаляет вас из моих друзей в моем мире. Дети тоже следят за этим тщательно, приходится втайне интересоваться, заниматься. Понимаешь, вот я от нее вроде никогда не получал ничего, не знаю, ничего. Первое, с чистого листа. Она задала тут вопрос один, и вопрос очень такой хороший. Смотри, она сегодня задала. А, нет, это раньше что-то у нас было, писал, я даже и не знал. Ну, она, я-то всем рассылал. Вот сегодня она мне написала, что? Здравствуйте, Игнать Тихонов. Читая Библию, Ветхий Завет столкнулась с непониманием эпизодов где-то 9-21. 9-21. Почему Ноем проклят сын Хам, а не Ханаан? Ведь Наготу, если я правильно поняла, видел внук Ноя. Не, не. Внук Ноя написал, а не сын. Она поправилась. Но я ей отвечаю. Потому что так, как толкуют святые отцы церкви, первым увидел это внук и сказал отцу. А вместо того, чтобы отобрать, отодрать этого отпрыска, отец его Хам, выйдя, рассказал двум братьям своим. Что первый увидел сынишка. Я даже не помню, что там внук был. Я думал, сразу Хам подошел. Ну, забыл уже просто. Хам, Хам, Хам это отец, Аханан у него родился. И как Виссарион, епископ считает, что он зачат был на корабле еще. Невоздержанность во время потопа. Ну, это так думают только. Ну, вот так. Скажи, а с чем это вот? Вот они не знают и прочее. А почему они бунтуют против? Муж тому не против и не просто ненавидит. Понимаете, вот она, я знать их не знаю никого. А он меня ненавидит. Я так просчитал вот это, почему с тобой решил сегодня поговорить. Не такой ли, иногда в твоем голосе тембр показывает недовольство. Я сразу это ловлю. Вот. Из-за чего так? Родственники все против. Не встречались, я не знаю в каком городе. Почему? Ну, можно предположить, что она посмотрела сайт, наши видеоролики. Ну, тоже это задало ревности некоторые. И может она, ну, может немного так, ну, нет опыта в нее. Как вот, вот когда у меня мать уверовала, она пришла к священнику. А отчему неверующий сильный человек. И она говорит ему, может не как бы развести с ним, так трудно с ним жить, вот можно ли развести с ним. Но он ответил, что нет, лучше не надо, говорит. Просто вот, может вы как уверовали, и вот вы стали так жить ревностно, как бы, и ему кажется, что вы как бы разгородились вот перед ними. И может они думают, что она начала вести себя по-другому так, но по-женски, она не может умно поступить так, чтобы войти в эту жизнь так плавно, как верующей женщине. Она начинает как бы показывать свою такую ревность, может не так, когда надо всегда. И, ну, может не, ревность не по Богу там, а, как сказано там, по своей ревности какой-то. Ну и они не могут это так воспринять так просто. И думать с ним, может, что они в порядке. Хотя это хорошо, что с ней так, у нее только пойдет этот период, дальше она уже приспособится, и дальше у нее, думаю, наладится, даст Бог. Она найдет себя в этом русле жизни верующей женщины, и все хорошо будет. Это так сразу всегда бывает. Но тут дело в том, что он ненавидит меня, когда не видел, не встречал, не знает и не считает. Он даже не допускает ее, они сами не знают. С чего такая ненависть-то? И родственники все против. Что это такое? Сектант? Какой я сектант? Нет, это не митрополит, ни один мне этого не говорит, никто. Ну она пишет, что ненавидит, а может там прям такой ненависти? Нет, может они... Ну она говорит, поверим, я не волнуюсь. Ну если поверим, конечно, даже если поверим ей. Ну далеко видеть, ненавидит или ненавидит. Ненавидит. Я принимаю все, как написано, я ей верю. С чем это вызвано, вот такое отношение? И они ее, видишь, преследуют. Ну понятно, что это... Интересоваться в тайне, то есть они ее свободу отнимают. У меня есть такая Юлия Долбнева, та же дома ее преследовал, муж все, и все обирал, все та же женщина, да и... Он на меня потом вышел сам. Поговорили, я говорю, ну давай разговор выставим. Они под каким видом, то есть они сами боятся, понимают, что говорят не то и... И здесь. Твоя-то мама, видишь, как я ее спрашивал и говорил, по-хорошему это как дал. И она, я тебя спрашиваю, Аня, и ты говоришь, хорошо относится. Ну да, я, конечно, я говорю, выйди, блин, Инатия Тихонович, если вопросы какие есть, но она говорит, что сейчас вопросов у нее нет, но я не буду заставлять ее это делать. Ну да. Потом может как-то... Ну это понятно, что это на невидимом уровне духовно, как бы вас вот они совсем не воспринимают, очень, ну... Так, ты считаешь, что мы живем с тобой вместе сейчас, здесь и до весны, ну и там-то мы недалеко расходимся. Дальнейшее твое пребывание здесь и лично со мной тебе не во вред идет, и ты больше-то не будешь, ну, как бы отдаляться, сказать, уж не говорю больше. Как отдаляться, в смысле, физически или как-то... Ну, физически и духовно. Как к тебе видится это? Не, я не думаю, что духовно я буду отдаляться физически. Вообще встреча с вами, как бы такое событие моей жизни, такое, сказать, ну, может, значительное очень, и как я могу так просто это забыть, оставить? Это неправильно было. Это большой отпечаток моей жизни наложило. И дальше, думаю, это будет все. А вот у нас был Виталий Калеников. Он уехал, мы по-хорошему все проводили, но и он не просто уехал, я его выпроводил. Дальше пребывание его стало невозможным, из-за чего от конфликта у него возник с Михаилом Кальмаевым. Когда мы городили дорогу, загораживали, и он там на него... Ну, ты знаешь эту историю где-то. Я мгновенно сразу отреагировал. Сразу его отстранил от работы и в эту же ночь выпроводил отсюда. Я это сейчас к чему сказал? К чему я вот тут, Виталий, это... Потому что меня можете так выпроводить отсюда, Виталий? Вот правильно, умница ты. Я не придурок, умница буду говорить теперь. Каждый раз говорить умница. Ну вот, ты до этого и кондиции-то не дойдешь, что придется с тобой рассказать и сказать. Иди и живи там отдельно в доме своем. Да нет, 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 нет. В общем, это будет хамство с моей стороны такое, как действие себя довести. Сказали там пойти, снег кидать. Ну, что молодому человеку не покидать-то? Я пошел, хватился за лопату-то. Позвоночник-то у меня... Операция была, да. Я сразу вступил, я едва лопату отдал и ушел. Я когда шел дорогой, вот иду, и была даже женщина. Кидает снег там в дворец спорта, где кровавая администрация, там много ступеней где-то. А я просто иду в городе. Она одна кидает, ей надо очистить. Я тут уже разделся, скинул одежду зимой. И начал с ней, пока все не вычистил, не ушел. Ну, мне просто нравится это. Не то, что тогда грехи замаливаю. Я вижу, ей трудно, и она не может. А я молодой парень, я у меня как из машины. Как Володя работает, он как машина. И коле дрова, у нее непрерывно вот так вот. И вот до этого кондиция не дойдет у нас, я думаю. Да, думаю, нет. Мне нравится выражение у Некрасова, там дед Маза и Зайцы. Когда Зайцев выпускает и говорит, смотри косой, не попадайся. Дальше говорит. А Ульянов Владимир, когда был, где он там, и тоже такой островок, где Зайцы спасались от наводнения, он находил, и там и бил их прикладом. Бил полную лодку, аж лодка тонула. Кто, Ленин? Ленин. Это Мазай. Это все из его биографии. Это официально все показано. Ну, а почему не взять это мясо-то? И правильно, но они в беде, они готовы. А кого там квадратик маленький? И он их всех переколотил, говорит, и в лодку. Человеколюбис. Ну ладно, мы немножко поговорили, я как бы вперед хочу посмотреть. Вот ты какие-то видишь тут затруднения в течение зимы между нами? Твое предвидение какое? Вообще мы можем с тобой не согласовываться, и наши трения возникнут. Я люблю вперед смотреть. На до весны-то надо дожить, и просто дотянуть как-то. Не выживать, а жить красиво и интересно. Да нет, ничего не будет. Еще такого нету. Ты ко мне что-то имеешь, нет? За что было между нами не так? Я сказал, прости меня. Да, прости тебя, что я говорю. Я тебя прощаю. То есть мы как бы с нового листа опять начинаем сегодня работать. Все на этом, да? Все. Ну, если у тебя нечего сказать больше? Нет, нечего. Ну, все, во славу Божию. Я сейчас ей отвлечу, Ольге, почему так на нее. Все? Все, во славу Божию. Благодарю.